Я называю это сейчас, что происходит, Майдауном, вторым в данном случае. Знаете, в свое время во Вторую мировую войну был дан пример подразделений, которые вообще был сломан, чувство самосохранения, инстинкт смерти. Это камикадзе, смертники. Сейчас мы видим на Майдауне 2 пример толк, который настолько управляемый, что вышли стоять, как сказала одна моя знакомая, с середины 80-х годов рождения, за свою кончину. Потому что Аббаскина Тинаковича, но под это подкладывается пакет подписания Ассоциации с Евросоюзом. Что такое проект Ассоциации с Евросоюзом? Это повышение тарифов на ЖКХ, налогов, заморожение пенсии, зарплат, снятие субсидий украинского государства для своего сельского хозяйства, при том, что субсидии на европейские товары государственных хозяйств, которые пойдут на Украину, сняты не будут, никто не требует. То есть это экономическое самоубийство Украины. Дурная толпа, как Лемминги, пошла этим заниматься. Ну, понятно, Янакович достал, но я знаю, я в Одессе дважды был, я же езжу регулярно на свою малую родину. То есть все идет по плану. В 21 веке толпа превратилась в, то есть народные массы превратились в полностью управляемую стихию. Ну, как буйволы, или как олени. Вот здесь я чупчу, олени загоняют. Вот кто им вкачает в голову нужные мемы через СМИ, через медиа, тот, кто им, соответственно, проплатит активистов, менеджеров, соберет их первоначально, хотя бы как закваску, кто подвезет им биотуалеты и теплую еду, там, горячую еду, тот, в общем, будет управлять толпой, что на Майдауне и происходит. Вот, это очень хорошо, это элемент глобального смутокризиса, о котором я говорил. О том, что Украина себя убивает, ну, мы говорили с вами в прошлый раз, все подтверждается, это великолепно. Отлично, наконец-то Украина разлетится на, как минимум, две крупные части. Самая ценная часть – это Донбасс и Новороссия при Черноморье. Юго-Восток – это самая русская часть Украины, там и город Одесса, там и Севастополь, и Крым, и Донбасс, там все прочее. Вот эту часть, которая кормит Украину, она делится, чтобы выжить, потому что подписание ассоциации с Евросоюзом, она, в общем, убивает экономически там сельское хозяйство и промышленность, что и кормит Украину. Чтобы выжить, им надо будет отделиться. Прекрасно, это шаг. Если здесь, в Российской Федерации, удастся удержать страну, здесь другая власть будет, наша русская, так сказать, национальная, мы сможем создать союзное государство из Белоруссии, из Новороссии и Донбасса, вот, и Российская Федерация. Это шаг к созданию русского союза СССР-2, назовите как угодно, империи. Вот, главное здесь, ключ к событиям, так сказать, ключ к событиям лежит здесь, в будущем. А что принесет Украине? Вот сейчас сметут Янока, ну, Янока, понятно, донбасский урка, ну, понятно, что от него все уже, так сказать, просто тошнит на Украине, как и от Ющенко в свое время. Ну, вот, что принесет и Украине? Ну, посмотрите, например, Болгария и Венгрия. Вот, недавно в Российскую Федерацию, в мае приезжал Габр Вона, лидер очень влиятельной националистической партии Йобик из Венгрии. Он говорит, ну, слушайте, ну, что дало Венгрии членство, они даже не остались, нет в Евросоюзе, свое продовольствие выбито, палачей фруктов венгерских, когда-то это было вообще, ну, основа в Венгрии, экономики, нет, испанские есть, испанская ветчина, там, не знаю, датская ветчина и все, из Болгарии, в Болгарии помидоров своих нет, они тоже импортные, в Болгарии нет работы, нет работы в северных районах Болгарии, безработица 60%, из 9 миллионов населения Болгарии осталось 7, то есть там полное опустошение, все, то есть нищета, люди с самосожжением не кончают, тоже Европа благодетельствовала, вы думаете, на Украине не будет то же самое? Ну, это хорошо, глупость должна быть наказуема, это шанс на наше будущее, вот, так что, в общем, относитесь спокойно. Украина вступила в цикл дурака, я еще в 2005 году сказал, значит, сбросили автократора Кучму, выбрали демократора Ющенко, потом от него выкинули Ющенко, выбрали аналог Путина, значит, автократора Юнуковича, сейчас от него отблевать готовы, выберут очередного демократора, ну, Кличко будет, через год от него будет тошнить, понимаете, пока Украина не развалится, потому что Украина, как государство, она экономически устроена настолько бездарно, что она развалится в конце концов, она банкрот, только в составе большого пространства, в составе Советского Союза, империи, там, Русского Союза, она могла жить, развиваться, рожать детей, расти, богатеть, быть зажиточной. Европа этого не даст, для Европы, как и при Гитлере, для Европы, так украины нужны две вещи, рынок сбыта, дешевая рабочая сила, в качестве правой площадки для размещения производств, или сельскохозяйственной площадки Украины, неинтересно. Майдауны, там, эти ленинги, этого не понимают, это отлично темно воспользоваться.